Семь годин, чтобы сделать правильный выбор. Сегодня Гомель принимает областный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020». Столичная жюри приехала в Громадско-культурный центр, чтобы выяснить девочек, которые представят по дневному-сходному региону Беларуси на финальном этапе в Минску. С претендентами познакомилась Ганна Корольчук. В прошлом году организаторы конкурса провели 126 районных кастингов по всей стране. Самым массовым стал отбор Гомеля, который собрал рекордную количество претендентов. На областном этапе за выход в финал споборничают прикладно 100 девочек. Умовы застались раннейшими. Беларусское гражданство у взросла от 18 до 24-х годов, рост не ниже 174 сантиметров. У дельницы не повинны быть в шлюбе и иметь детей. У остальных все индивидуально. У меня не отрымалось, значит и у тебя отрымается. Все летний слоган конкурсу, який с телеэкрана уговорили попередние королевы при Гожосте и мотивовали пройти на кастинг на ваттых, кто никогда не стоял на подовме. Это мой первый опыт, но третий раз. То есть, сначала я была в Светлогорске, потом второй раз в Гомеле и вот опять в Гомеле. А так ни в школе, ни в колледже, никогда нигде, потому что я очень стеснительная. Впечатления хорошие, это очень много эмоций, очень много адреналина выбрасывается. И, конечно же, какая-то неуверенность, она проходит. Давно хотелось попробовать себя в таких конкурсах. И вот подвернулась возможность поучаствовать, предложили в правкоме университета. И вот поэтому решила себя попробовать свои силы. Мне кажется, что тут каждая девушка достойна, у каждого свое. И, возможно, что-то во мне может приглянуться членам жюри, поэтому, возможно, во мне что-то есть. Высокие абсасы, черная майка и легендсы – традиционные для модельного кастингу в образ. Ничто не повинно оттягивать жюри от особой девушки. Под забороны – пирсинг, татуировки, аксессуары и косметика. При этом каждая девушка должна иметь с собой резинку для волосов, чтобы сделать хвост и показать жюри в уши и профиль. Однако внешне, при гажей судейниц, должна отвечать внутренне. Поэтому каждый из них проверяли на эрудицию, сценичное мастерство, спортивную подрыхтовку и творческие сдольности. Девчины спевали, танцевали, делились кулинарными секретами, демонстровали элементы фехтования и навыд робили зарадку разом с жюри. Еще выше, выше, выше. Правая, левая, две. Я обычно, если я тоже не разговариваю. Еще, пожалуйста, мало, мало. Как бы хочется еще зарядку. Как показать физичную форму, Полину Галамазову, мисс Гомель-2019 попросили зарабить оттискание от подлоги. Девчина годно справилась с выпробованием. Жюри так само звертала увагу на умение кандидаток презентовать себе, оценивала культуру мауленья и узровень володания английской мовой. Наверное, в опытных конкурсантах такое сумовье часом сбивало с панталыку. Было очень страшно идти, давать какое-то интервью, потому что определенных вопросов не было. Просто это какая-то свободная беседа и просто рассказываешь о себе. И это очень мешало, потому что какой-то строишь определенный план, но когда он сбивается, ты уже не знаешь, что сказать. Конечно, присутствуют и волнения, какие-то моменты, которые не можешь контролировать на фоне стресса, но я надеюсь, что понравилось жюри и все, покажу себе в купальнике. Поколь жюри оценивала конкуренток, остальные девочки на ухоле сачили за процессом по онлайн-трансляции. Первый выход и гутерка сменились в дефиле о купальниках, которое допомогло оценить внешние дадзины и уповненность у дельниц. Финал национального конкурса «Прыгажосте» пройдет 15 мая. Интересно, что за всю историю проведения конкурса, частей за все, мисс Беларусь становились представницы Грозеншины. Три разы. По две перемоги у девчон из Минска, Бреста, Витебска и Могилева. Гомельчанок, сирот переможцев, еще не было. Спадеемся, что на реште селета эта статистика изменится намаганиями пригожих и разумных девчон Гомельщины. Ганна Коральчук, Василий Осипцов, Телерадо, компания «Гомель».